Всем привет! Сегодня мы вот такой вот нашей ялтинской дружной компанией едем на полеты на Ай-Петри. Когда мы последний раз летали на Ай-Петри? Ограничение скорости. Короче, мы такие пилоты, последнее время мы летаем так редко, что не помним, когда летали последний раз. Вот, затянуло склон буквально только что, еще 20 минут назад все было открыто, облака висели где-то на 1300, Ванька предполагает, что потянуло с востока, потому что прогноз сегодня северный, потянуло с востока и за счет этого закрыл склон. Да, чуть-чуть теплотая осталась с этой стороны. Быстрее, пока солнце едет! Ура! Вы наставьте! Нам так классно повезло, быстро подобрали. Пацаны, знаете, что у меня есть? В зерок. В зерок. Оооо... Кабрибер. Так, пошел, дал джазу. Подойди. Реально, не, вот так. Да, я дал джазу с кофеечком и пошел второй раз заваривать кофеечек. И перед вторым кофеечком мой организм говорит, что это еще раз. Нормально, ну вот. Наша парапланерно-атлетическая команда готова стартовать. Кониси. Парапланерно-атлетическая кониси. Блин, такой старт замерзший. Стропы цепляются за каждый камушек. Камушки не двигаются, они прям примерзшие все. И это, ребята, очень неприятно. Да. Короче... А важно, если ты человек, кто порезать может. Я попробую отсюда стартовать. Для нас, Илюхой, сегодня выпала честь полетать с нашим учителем. Когда мы с учителем еще летали. Короче, стоим на старте. Дует оттуда. Метра три. Два-три метра тянет. Стоим и верим, что сейчас произойдет чудо. Потому что, по прогнозу, хороший градиент, который должен передавить фоновый ветер. Ванька, какая паза? По прогнозу? Да. 1200. 1300. Короче, вот сейчас такой моментик. Вообще перестало дуть спину. Я думаю, попробовать передним стартом. Убежать отсюда. Докладываю. Пока иду все это время. Как прием меня слышно? Да, все отлично слышно. Короче, тут хотя бы вдоль скалы меньше тянет. Но тянет все равно в спину. Но меньше, чем на старте. Сейчас подхожу. Все, и полетели. Я улетел. Передним. Ванька, молодец, вижу. Сейчас пронаблюдаем его. Очень сильно отдавливает. Прям видно, он на склон поворачивает. Его так отжимает слегка. Ванька, попробуй отойти чуть-чуть. Чуть-чуть подальше от склона. О, над скалами. Отойди. Впереди потоки должны быть повеселее. Мне так кажется. Сильно льется. Стороны видно даже. Короче, стартанул, вы видели, переднем. Потому что стоять, ждать. С моря погода. Хрюк, хрюк, ты бы видел, как его сейчас кинуло вниз. Нет никакого смысла. Да я вижу, наблюдаю. О, поток. Но поток явно рваный со сносом. Плюс 0,9. Он там контент пишет, а мы врацем. Так потом контент будет с нашими голосами. Так, но походу дело пахнет Газпро. Да, я люблю смотреть его видосики и слушать, как я там что-нибудь рассказываю. Я тоже. Поэтому анекдот. Запахло Газпро, ребятка. Ваня тяжко. Прям видно, тормозит, кидает вниз, он подальше все отходит. На беседку бери курс, Вань. Пока есть еще шанс. Все, что я слепу. Смотри, как прям видно, как его льет. Ох, прям. Уходи нахер, Вань. Сильно скинул. Ты еще не дров. Вот скидывает тебя, видно. Вань, ну ты хоть не матерись, а то на видео он уже это не будет вставлять. Пацаны любят, Паша. Интересно, перейдет. Поболтать в рацию. Высота 980 метра. Уже качественно. Уже только на беседку, если пробовать над беседкой. Потому что прям... Слышь, Елёха, он вообще вперед как будто не летит. Чисто именно стоит на месте. Вань, давай помолчим. Понаблюдаем, помолчим. Ну да, сильно... Вань, уходи в ГАЗ-пу. Сильно с востока тянет. Да, походу надо уходить. Или перейду. Лучше не переходить в такое. Сильно низко получается. Такой себе полет, ребятки. Но с учетом того, что по прогнозу перепад температуры был уже начиная с высоты 600 метров, есть еще 100 метров высоты, где я могу найти поток. Возможно, я с этого поля что-то и найду. Посмотрим, не знаю. Пока были небольшие плюсы, но недостаточные. В основном, минус 3 метра льет. Но когда такой сливон, это тоже говорит о том, что где-то стоит по точке. Ну, я еще с подветренной стороны склона лечу. Как бы не очень удачно. Но высоты 500 метров, потоков нет. Нет, поточек какой-то есть. Насколько он широк. О, такой поточек. Будут с ним работать. Так, шиши пролетели мимо. Не, такой себе пузырик. Короче, лечу уже, как летится. Буду садиться. Так, ну, посадка будет незамедлительно. Включил камеру. Потоки, это и не потоки вовсе, а какие-то пузыри. Ветер довольно плотный, и надо стараться не залетать сильно в лес. А то у меня ощущение, что я, блин, даже возможно не пробьюсь. Ну, вот какой поточек хороший. Мне вот эта полянка нравится. Вот она такая открытая. И как будто бы сухая даже. Вот так вот. Блин. Да ну не на шиповник. Да еб твою. С посадочкой тебя. Как как погодка? Как ветер? Вот такой вот у меня был слет. Пацаны стоят на старте, думают лететь, не лететь. Тут еще важную роль играет смогут ли они стартануть. Потому что они лететь хотят больше, чем ехать обратно на голосовке. Я уверен, даже слет в гастро их бы устроил. Но смогут ли они стартануть? Смотрю, вон вороны крутят над полем. Есть какая-никакая термичка тут. Но обработать ее непросто. Надо быть птицей. Да и они вон тоже не набирают нифига. Короче, ладно. Я пока собираюсь. Может еще кто-то прилетит ко мне. Благополучно закончился мой полет. Слава богу. На посадке дует такой приличный восток. Садиться пришлось. на подветренной стороне горы. И, конечно, приятного мало. Турбулентность. Пацаны не смогли стартануть. Пацаны уже нашли машину. Сейчас едут в Ялту. Ну, а я решил, что мне ехать в Ялту. Если была возможность улететь передним стартом, я ей воспользовался. У меня легкое крыло. Кстати, в этом огромное преимущество легкого крыла. Я уже неоднократно улетал передним стартом в тот момент, когда другие пилоты вообще не могут стартануть. Вот. Поэтому для каких-то хайк-н-плай там, бивачных полетов там в стиле X-Alps легкое крыло необходимо. ведь погодные условия на разных незнакомых местах очень могут отличаться от ожиданий. И вот в случае необходимости убежать передним стартом с небольшим попутником легкое крыло выручает на все 100%. К тому же это безопасность. Лучше переплатить там 300 евро и чувствовать себя в безопасности. Я склоняюсь к этому больше. Все, ребята, спасибо. Такой сегодня коротенький ролик. Всем пока. До скорых встреч.